Часть 2. В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию в четыре губернии. Он устроил для себя это назначение с тем, чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях и, захватив с собой в месте расположения его полка, сына Анатолия с ним вместе заехать к князю Николаю Андреевичу Балконскому с тем, чтобы женить сына на дочери этого богатого старика. Но прежде отъезда этих новых дел князю Василию нужно было решить дела с Пьером, который, правда, последнее время проводил целые дни дома, то есть у князя Василия, у которого он жил, и был смешон, взволнованный, глуп, как должен быть влюбленный в присутствии Элен, но все еще не делал предложения. «Все это прекрасно, но всему должен быть конец», — сказал себе раз утром князь Василий со вздохом грусти, сознавая, что Пьер стольким обязан ему, ну да Христос с ним, не совсем хорошо поступает в этом деле. «Молодость, легкомыслие, ну да бог с ним», — подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту. «Мизи фокус афинис. Надо, надо положить конец. Послезавтра Алёлина именины. Я позову кое-кого, и ежели он не поймет, что он должен сделать, то уже это будет мое дело. Да, мое дело. Я отец». Пьер полтора месяца после вечера Анны Павловны и последовавшей за ним бессонной, взволнованной ночи, в которой он решил, что женитьба на Элен была бы несчастьем, и что ему нужно избегать ее и уехать. Пьер после этого решения не переезжал от князя Василия и с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей связывается с нею, что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу. Может быть, он и мог бы воздержаться, но не проходило дня, чтобы у князя Василия, у которого редко бывал прием, не было бы вечера, на котором должен был быть Пьер, ежели он не хотел расстроить общее удовольствие и обмануть ожидания всех. Князь Василий в те редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Пьера, дергал его за руку вниз, рассеянно подставляя ему для поцелуя выбритую морщинистую щеку и говорил «или до завтра, или к обеду, а то я тебя не увижу, или я для тебя остаюсь» и то прочее. Но несмотря на то, что когда князь Василий оставался для Пьера, как он это говорил, он не говорил с ним двух слов. Пьер не чувствовал себя в силах обмануть его ожидания. Он каждый день говорил себе все одно и одно. Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет, кто она. Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь. Нет, она не глупа. Нет, она прекрасная девушка, говорил он сам себе иногда. Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. Она мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не смущается. Так она не дурная женщина. Часто ему случалось с нею начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо коротким, но, кстати, сказанным замечанием, показывавшим, что ее это не интересует, либо молчаливой улыбкой и взглядом, которые ощутительно всего показывали Пьеру и ее превосходство. Она была права, признавая все рассуждения вздором в сравнении с этой улыбкой. Она обращалась к нему всегда с радостной, доверчивой к нему одному, относившейся улыбкой, в которой было что-то значительнее того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее лицо. Пьер знал, что все ждут только того, чтобы он наконец сказал одно слово, переступил через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит через нее. Но какой-то непонятный ужас охватывал его при одной мысли об этом страшном шаге. Тысячи раз в продолжении этого полутора месяца, во время которого он чувствовал себя все дальше и дальше, втягиваемым в ту страшившую его пропасть, Пьер говорил себе, да что же это? Нужна решимость, разве нет у меня ее? Он хотел решиться, но с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той решимости, которую он знал в себе и которая действительно была в нем. Пьер принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как им обладело то чувство желания, которое он испытал над табакеркой у Анны Павловны, несознанное чувство виноватости этого стремления парализовало его решимость. В день имени Элен у князя Василия ужинало маленькое общество людей, самых близких, как говорила княгиня, родные и друзья. Всем этим родным и друзьям дано было чувствовать, что в этот день должна решиться участь именинницы. Гости сидели за ужином. Княгиня Курагина, массивная, когда-то красивая представительная женщина, сидела на хозяйском месте. По обеим сторонам ее сидели почтеннейшие гости. Старый генерал, его жена Анна Павловна Шерер, в конце стола сидели менее пожилые почетные гости и там же сидели, как домашние Пьер и Элен рядом. Князь Василий не ужинал, он похаживал вокруг стола в веселом расположении духа, подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей. Каждому он говорил небрежное и приятное слово, исключая Пьера и Элен, которых присутствие он не замечал, казалось. Князь Василий оживлял всех. Ярко горели восковые свечи, блесели серебро и хрусталь посуды, наряды дам и золото, и серебро, и палет. Вокруг стола снова ли слуги в красных кафтанах, слышались звуки ножей, стаканов, тарелок и звуки оживленного говора, нескольких разговоров вокруг этого стола. Слышно было, как старый камергер в одном конце уверял старушку-баронессу в своей пламенной любви к ней и ее смех. С другой рассказ о неуспехе какой-то Марии Викторовны. У середины стола князь Василий сосредоточил вокруг себя слушателей. Он рассказывал дамам с шутливой улыбкой на губах последнее. В середу заседание Государственного совета, на котором был получен и читался Сергеем Кузьмичом Вязьметиновым, новым петербургским военным генерал-губернатором, знаменитый тогда рескрипт государя Александра Павловича из армии, в котором государь, обращаясь к Сергею Кузьмичу, говорил, что всех сторон получает он заявление о преданности народа и что заявление Петербурга особенно приятно ему, что он гордится честью быть главой у такой нации и постарается быть ее достойным. Рескрипт этот начинался словами «Сергей Кузьмич, со всех сторон доходят до меня слухи» и так далее. Так-таки не пошло дальше. «Чем Сергей Кузьмич?» – спрашивала одна дама. «Да, да не на волос», – отвечал, смеясь князь Василий. «Сергей Кузьмич со всех сторон, со всех сторон Сергей Кузьмич. Бедный Вязьметинов никак не мог пойти далее. Несколько раз он принимался снова за письмо. Но только что скажет Сергей схлипывание. Кузьмич и слезы, и со всех сторон заглушаются рыданиями, и дальше он не мог». И опять платок, и опять Сергей Кузьмич со всех сторон, и слезы. Так что уже попросили прочесть другого. «Кузьмич со всех сторон, и слезы», повторил кто-то, смеясь. «Не будьте злы», – погрозив пальцем с другого конца стола, проговорила Анна Павловна. «C'est un si brave et excellent homme notre bon Vyazmitinov. Он такой славный человек наш добрый Vyazmitinov». Все очень смеялись. На верхнем почетном конце стола все были, казалось, веселы, под влиянием самых различных оживленных настроений. Только Пьер и Элен молча сидели рядом, почти не на нижнем конце стола. На лицах обоих сдерживалась сияющая улыбка, независящая от Сергея Кузьмича. Улыбка остыдливости перед своими чувствами. Чтобы не говорили, и так бы не смеялись, и шутили другие, как бы аппетитно не кушали и рейнтвейн, и соте, и мороженое, как бы не избегали взглядом эту чету, как бы не казались равнодушны, невнимательны к ней, чувствовалось почему-то по изредка бросаемым на них взглядам, что и анекдоты о Сергее Кузьмиче, и смех, и кушанье, все было притворно, а все силы внимания всего этого общества были обращены только на эту пару Пьера и Лен. Князь Василий представлял всхлипывание Сергея Кузьмича, и в это время обегал взглядом дочь, и в то время, как он смеялся, выражение его лица говорило так, так, все хорошо идет, нынче все решится. Анна Павловна грозила ему за нотха бум Язметинов. А в глазах ее, которые мельком блеснули, в этот момент на Пьера князь Василий читал поздравления с будущим зятем и счастьем дочери. Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила, «Да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая. Теперь время этой молодежи быть так дерзко вызывающе счастливой. И что за глупость все то, что я рассказываю, как будто это меня интересует», – думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников. «Вот это счастье». Среди тех ничтожно мелких искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчин и женщин друг к другу. И это человеческое чувство подавило все и парило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы. Новости неинтересны, оживление очевидно поддельно. Не только они, но лакеи, служившие за столом, казалось, чувствовали тоже и забывали порядок службы, заглядываясь на красавицу Элен с ее сияющим лицом и на это красное, толстое, счастливое и беспокойное лицо Пьера. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах. Пьер чувствовал, что он был центром всего, и это положение радовало и стесняло его. Он находился в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка неожиданно мелькали в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности. Пьер чувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало, и стесняло его. Он находился в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка неожиданно мелькали в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности. «Так уже все кончено», — думал он. «И как это все сделалось? Так быстро! Теперь я знаю, что ни для нее одной, ни для себя одного, но и для всех это должно неизбежно свершиться. Они все так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Ну как это будет? Не знаю, а будет непременно будет», — думал Пьер, взглядывая на эти плечи, блестевшие подле самых глаз его. «То вдруг ему становилось стыдно чего-то, ему неловко было, что он один занимает внимание всех, что он счастливец в глазах других, что он своим некрасивым лицом какой-то Парис, обладающий Еленой. «Ну верно, это всегда так бывает и так надо», — утешал он себя. «И впрочем, что же я сделал для этого? Когда это началось?» «Из Москвы я поехал вместе с князем Василием, тут еще ничего не было. Потом отчего же мне было у него не остановиться?» «Потом я играл с ней в карты и поднял ее ридикюль, ездил с ней кататься. Когда же это началось? Когда это все сделалось?» И вот он сидит подле нее женихом, слышит, видит, чувствует ее близость, ее дыхание, ее движение, ее красоту. «То вдруг ему кажется, что это не она, а он сам так необыкновенно красив, что от того-то и смотрят так на него. И он счастливый общим удивлением выпрямляет грудь, поднимает голову и радуется своему счастью. Вдруг какой-то голос, чей-то знакомый голос слышится и говорит ему что-то в другой раз. Но Пьер так занят, что не понимает того, что говорят ему. «Я спрашиваю у тебя, когда ты получил письмо от Балконского?» Повторяет третий раз князь Василий. «Как ты рассеян, мой милый!» Князь Василий улыбается, и Пьер видит, что все-все улыбаются на него и на Елен. «Ну что ж, коли вы все знаете, — говорит сам себе Пьер, — ну что ж, это правда». И он сам улыбается своей укроткой детской улыбкой, и Елен улыбается. «Когда же ты получил?» «Изальмюца?» — повторяет князь Василий, которому будто нужно это знать для решения спора. «И можно ли говорить и думать о таких пустяках?» — думает Пьер. «Да, изальмюца!» — отвечает он со вздохом. От ужина Пьер повел свою даму за другими в гостиную. Гости стали разъезжаться, и некоторые уезжали, не простившись с Елен. Как будто не желая отрывать ее от ее серьезного занятия. Некоторые подходили на минуту и скорее отходили, запрещая ей провожать себя. Дипломат грустно молчал, выходя из гостиной. Ему представлялась вся чета его дипломатической карьеры в сравнении с счастьем Пьера. Старый генерал сердито проворчал на свою жену, когда она спросила его о состоянии его ноги. «Эка старая дура!» — подумал он. «Вот Елена Васильевна так-то и в 50 лет красавица будет!» «Кажется, что я могу вас поздравить!» — прошептала Анна Павловна княгине и крепко поцеловала ее. «Ежели бы не мигрень, я бы осталась!» Княгиня ничего не отвечала, ее мучила зависть к счастью своей дочери. Пьер во время проводов гостей долго оставался один с Элен в маленькой гостиной, где они сели. Он часто и прежде, в последние полтора месяца, оставался один с Элен, но никогда не говорил ей о любви. Теперь он чувствовал, что это было необходимо, но он никак не мог решиться на этот последний шаг. Ему было стыдно, ему казалось, что тут, подле Элен, он занимает что-то чужое место. «Не для тебя это счастье!» — говорил ему какой-то внутренний голос. «Это счастье для тех, у кого нет того, что есть у тебя!» Но надо было сказать что-нибудь, и он заговорил. Он спросил у нее, довольна ли она нынешним вечером. Она, как и всегда, с простотой своей отвечала, что нынешние именины были для нее одними из самых приятных. Кое-кто из ближайших родных еще оставались. Они сидели в большой гостиной. Князь Василий ленивыми шагами подошел к Пьеру. Пьер встал и сказал, что уже поздно. Князь Василий строго вопросительно посмотрел на него, как будто, что он сказал, было так странно, что нельзя было и расслышать. Вслед за тем выражение строгости изменилось, и князь Василий дернул Пьера вниз за руку, посадил его, ласково улыбнулся. «Ну что, Леля?» — обратился он тотчас же к дочери с тем небрежным тоном привычной нежности, который усваивается родителями с детства ласкающими своих детей, но который князем Василием был только угадан посредством подражания другим родителям. И опять обратился к Пьеру. «Сергей Кузьмич со всех сторон», — проговорил он, расстегивая верхнюю пуговицу жилета. Пьер улыбнулся, но по его улыбке видно было, что он понимал, что не анекдот Сергея Кузьмича интересовал в это время князя Василия. И князь Василий понял, что Пьер понимал это. Князь Василий вдруг пробурлил что-то и вышел. Пьеру показалось, что даже князь Василий был смущен. Вид смущения этого старого светского человека тронул Пьера. Он оглянулся на Элену, и она, казалось, была смущена и взглядом говорила, что же вы сами виноваты. «Надо неизбежно перешагнуть, но не могу, я не могу», — думал Пьер и заговорил опять о постороннем, о Сергее Кузьмиче, спрашивая, в чем состоял этот анекдот, так как он его не расслышал. Элен с улыбкой отвечала, что она тоже не знает. Когда князь Василий вошел в гостиную, княгиня тихо говорила с пожилой дамой о Пьере. «Конечно, это очень блестящая партия, но счастье, мое милое». «Браки совершаются на небесах», — отвечала пожилая дама. Князь Василий, как бы не слушая дам, прошел в дальний угол и сел на диван. Он закрыл глаза и как будто дремал. Голова его была... упала, и он очнулся. «Алин, — сказал он жене, — али васукифум. Алина, посмотри, что они делают». Княгиня подошла к двери, прошлась мимо нее с значительным равнодушным видом и заглянула в гостиную. Пьер и Элен также сидели и разговаривали. «Все тоже», — отвечала она мужу. Князь Василий нахмурился, сморщил рот на сторону, щеки его запрыгали с свойственным ему неприятным грубым выражением. Он, стряхнувшись, встал, закинул назад голову решительными шагами мимо дам, прошел в маленькую гостиную. Он скорыми шагами радостно подошел к Пьеру. Лицо князя было так необыкновенно торжественно, что Пьер испуганно встал, увидав его. «Слава Богу», — сказал он, — «жена мне все сказала». Он обнял одной рукой у Пьера, другую — дочь. «Друг мой, Леля, я очень-очень рад». Голос его задрожал. «Я любил твоего отца, и она будет тебе хорошая жена. Бог да благословит вас». Он обнял дочь, потом опять Пьера и поцеловал его своим старческим ртом. Слезы действительно омочили его щеки. «Княгиня, иди же сюда!» — прокричал он. Княгиня вышла и заплакала тоже. Пожилая дама тоже утиралась платком. Пьера целовали, и он несколько раз целовал руку прекрасной Лен. Через несколько времени их опять оставили одних. «Все это так должно было быть и немного быть иначе», — думал Пьер. «Поэтому нечего спрашивать, хорошо ли это или дурно. Хорошо, потому что определено, и нет прежнего мучительного сомнения». Пьер молча держал руку своей невесты и смотрел на ее поднимающуюся и опускающуюся прекрасную грудь. «Элен!» — сказал он вслух и остановился. «Что-то такое особенное говорят в этих случаях», — думал он. Но никак не мог вспомнить, что такое именно говорят в этих случаях. Он взглянул в ее лицо. Она придвинулась к нему ближе. Лицо ее зарумянилось. «Ах, снимите эти...» — она указывала на очки. Пьер снял очки, и глаза его... Сверх общей странности глаз людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над ее рукой и поцеловать ее, но она быстрым и грубым движением головы перехватила его губы и свела их со своими. Лицо ее поразило Пьера своим изменившимся, неприятно растерянным выражением. «Теперь уже поздно, все кончено». «Да, и я люблю ее», — подумал Пьер. «Живу зэм. Я вас люблю», — сказал он, вспомнив то, что нужно было говорить в этих случаях. Но слова эти прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя. Через полтора месяца он был обвенчан и поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы жены и миллионов в Большом Петербургском, заново отделанном в доме графов Безуховых.